Поговорите, расскажу. Какие-то вопросы будут возникать в процессе выставки. Пожалуйста, давайте не стесняйтесь. Уже посмотрели, что-то почитали, аннотации. Хорватское наивное искусство – это уникальный феномен в мировом наивном искусстве. И вообще в иерархии мирового наивного искусства хорваты занимают первую строчку. Из-за явлений такого, из-за массового, послужившие толчком и другим школам, не только в Хорватии, и в Сербии. На основе этого пошли школы в Ягодине, в Колочице и так далее. И, собственно говоря, уникальность этого феномена в реверсной живописи на стекле уникальна. Никто в мире так не работает, не стекли. Пожалуйста, присоединяйтесь. И еще раз подчеркиваю, что это обычные крестьяне. Вот какой-то был толчок. Ну, долго это путешествовало что-то, я расскажу о тебе поподробнее. Но начали рисовать очень многие самые обычные, простые крестьяне. Видите, какая техника высокая, да? Исполнение мастерства. Давайте сразу немножко про технику, нам интересно, да? Что это такое? Вот, что это техника реверсной живописи на стекле. То есть, картина пишется с обратной стороны стекла. В данном случае стекло поступает как материал для написания картины. Как холст, как бумага, как дерево, стекло чистое берется. От него подкладывается, бывает эскиз, бывает ничего не подкладывается из головы. И начинают рисовать на стекле, прямо на стекле. Для того, чтобы посмотреть результат, что получается, стекло переворачивают, смотрят, опять кладут. Кто-то работает, типа мольбертов на столах, кто-то на столе, прямо так подкладывают что-то под рукой, чтобы не пачкаться в краске. То есть, это непосредственно пишется масляными красками на стекле. Отсюда такая яркость работает. То есть, в отличие от другого материала, холст и бумага все равно глушат краску. Здесь ничего, здесь стекло не мешает, ничего, краска в чистом виде. Поэтому это локальные, яркие краски, как они и выглядят, соответственно. Сложность в чем этой техники? Здесь, конечно, сразу-то понять сложно. Надо немножко попытаться себе представить, да, надо иметь определенные, конечно, и пространственные мышления. Тем более, если вы работаете без эскизов. То есть, начинается все записывать. Самых легких планов. Еще раз говорю, если в отличие от традиционного искусства, да, процесс написания картины, каким образом художник ставит на мольбек подравний, загрутованный холст и начинает работать, начинает набрасывать эскиз, световые пятна в изначале, начинает прорисовывать картину. И заканчивает ее мелкими деталями, какими-то бликами. То есть, здесь все с точностью наоборот. Здесь сначала надо поставить блики, а потом мелкие детали. И так послойно, послойно, последним записывается фон. То есть, сложность этой техники в том, что если какая-то совершенно, ну, условно, ошибка, они не академические, они могут себе, как художники, они могут себе позволить допустить ошибки, да, но если какая-то ошибка, что-то сделано, исправить уже никогда невозможно. Все осталось там, на переднем плане. Это уже все потом последующими другими слоями уже записано. То есть, все детали, они... То есть, сложности, поэтому вот это передную, и, естественно, это реверсно. Если эскиз-та, то картина получится уже в зеркальном отражении, соответственно, да. Вот. Сама техника, откуда она за вас? Она восходит к народным иконам на стекле, которая, техника такая была развита. Германия, в первую очередь, Южная Австрия, все Балканы, Румыния, Польша, вплоть до Западной Украины. В 18-м, 19-м столетии, в 20-м столетии это было очень развито. В отличие от нашей, да, опять же мы говорим, от нашей техники иконописи на доске. Вот все писали вот такие иконки, были целые артели, были примитивные мастера, писали эти иконки, на ярмарках продавали. Поэтому каждая хозяйка могла себе вот такую иконку купить. У них тоже все эти стены завешены в сельских домах, у них нет традиции иконописи, такой, как у нас еще раз, на левкасе, на доске. Еще есть мнение такое, что почему стекло, а стекло недорого? Когда нет, уже в 19-м столетии стекло было гораздо доступнее, чем подготовленный какой-то левкас, или еще раз говорим, доска с левкасами. Поэтому вот они, вот как раз это образцы народной иконы, достаточно примитивной иконы. Вот отсюда есть пошла эта техника. Дальше сам феномен, откуда, почему она вот именно в этой области Хорватии, совершенно это на севере Хорватии, удаленное село Хлебене, каким образом она там появилась. Это все связано, как мы говорим, я вот, допустим, вчера тоже рассказывал, что в мировом наивном искусстве, как бы, да, и в частности мы говорим о Хлебенской школе, переходим к этой. Сразу оговорюсь, есть название, признанное во всем мире, Хлебенской школой. И все, кто это знает, все знают, идет о чем речь. Есть, существуют определенные иконографии, типажи. Вот это техника рисования на стекле, да, Хлебенская школа. Самый яркий представитель Хлебенской школы, выдающийся художник 20-го столетия Иван Генералич. Многие все-таки, это на слуху, это фамилия, это имя. Генералич принадлежит, скажем так, к тройке самых выдающихся, известных мировых художников наивном искусстве. Первый, по праву, это Андрей Руссо, французский таможен. Второй, вы тоже наверняка многие знаете, это Никопи Расмани, Пирасманишвили в Грузии. А по третьим считается Иван Генералич. Харуа. Как и в случае выше названных, Анри Руссо, Никопи Расмани, всегда кто-то рядом с ними был. Невозможно, вы сами понимаете, особенно мы говорим о конце 19-го века, начале 20-го века, кто-то такой был Анри Руссо, французский бывший пенсионер, бывший таможенник. Никопи Расмани вообще вывески, да, рисовал маляр, был простой. И поэтому никогда бы мы в жизни о них не узнали, никогда бы они не пробились, если бы с ними рядом кто-то не находился, кто никому не понравился, кто побегал к творчеству. В случае Анри Руссо, его приятели были Пикассо и брат, и его окружение французское, которое позволило ему выставиться на салоне независимых и так далее. В случае Никопи Расмани, это братья Занильичи, которые привезли его работу и показали на выставке «Мишень». Авангар вместе с работами Ларионова, Гончарова и так далее. И в случае Ивана Генералича с ним был рядом академический художник Герстахи Бедушич. Отдельная фигура, очень интересная, заслушавшая отдельные лекции. Очень яркая, талантливая личность. Я быстренько о нем пройдусь. Он родился в Загребе, закончил гимназию, закончил Загребскую академию художниц, получил стипендию французского правительства и в 1926-1928 года стажировался в Париже. Понятно, что надо представить себе вот это время, начало 20 века, надо представить, что Хорватия в то время получила независимость. И, естественно, еще раз говорю, Хорватия все-таки это Европа, но это заборки Европы, это глухая провинция Европы. Поэтому, естественно, все то, что касается искусства, это все в основном это копирование западноевропейского искусства было. И молодые художники, уличенные левыми идеями, социалистическими идеями, они искали свой образ, вот именно свой национальный язык. И поисками этого образа серьезно занимался Керст Хигедушич. Во время стажировки в Париже много чего-то смотрелся. Мы говорим еще, 26-28 годы в Париже, что там происходило, что видел Керст Хигедушич? Керст Хигедушич, я уверен, он видел, это годы активного творчества и активного выставочного деятельности Ларионовой и Гончаровой. Это неопримитивизм. Отсюда есть условия взятого увлечения примитивизма. 28-й год, это выставка Вильгель Мауде и его художника «Святого сердца». Это французские, на них впервые показали. Во главе Андре Руссо, Бамбуа, Вивен, Луи, художники тоже все видел. Он много посещал музеи, увлекался пламанской живописью, тоже здесь отсылки есть. Был очень увлечен Бреггеля. И случайно посетил выставку. Французской художницы Валентины Пракс, которая жена известного художника Юси Пацаткина. И там он увидел, она рисовала тоже на стекле. Уж каким образом, конечно, никакого отношения к этой живописи не имел. Он так или иначе какие-то эксперименты рисования на стекле были, потому что и Кандинский рисовал, пытался. Но это в основном вот такой вот локальный, примитивный достаточно способ рисования. Вот он увидел эти картины Валентины Пракс. И это ему напомнило вот как раз вот эту постборочную сакральную живопись, вот эти иконки, которые он во множестве видел у себя в детстве, вот в этом селе Хребене, где родился его отец. Там был родовой дом Хигедошича. И поэтому, когда он вернулся в Хорватию, он сумел соединить традицию и современность. И написал первую свою темперу на 100 тысяч в то время не маслом, ампетерах. Было у нас пятеро в плете, которое фактически послужило прото-иконой хорватского наива. Далее, у него, так как это было все это, создал он прогрессивное художественное объединение «Земля», так называлось, куда вошли самые прогрессивные хорватские художники на тот момент. И вносится в программу объединения «Земля» пункт работы с сельскими художниками. Вот случайно, как ты, отдыхая, он время от времени приезжал в это село Хребене, заброшенное в глубине, там, в хорватской глубинке, это депрессивной. И случайно зашел в магазин, увидел на облёточной бумаге рисунки, поинтересовался у хозяина магазина, кто рисовал, он говорит, это мой племянник Иван Генеральевич. На тот момент Иван Генеральевич был все 15 лет. Пригласил, познакомился, а тот уже был профессор. Разница у них была в 13 лет, но для 15-летнего мальчишки академический художник, он его всегда называл господином профессором. Он, ты знаешь, взял еще одного подростка, хранилим раза, и начал с ним тихонечко заниматься. Как заниматься? Как? Объяснял технику рисования, показал, как рисовать на стекле, что-то объяснил. Но была твердая установка, ничего не перерисовать, то есть, девочки, как он говорил, то есть, парни, рисуйте то, что видите. И вот эти неумелые крестьянские рисунки он впервые показал в 31-м году на третьей выставке группы Земли в Задове. Понятно, что это вызвало ожесточенную критику, естественно, ну что там, нашел кого показать неумелые рисунки, но так или иначе это было, это было свежо, это было ново, как же вот среди академических художников и крестьянских художников. Вот это одна из афишек. Но в 35-м году полиция уже запретила землю из-за социалистических убеждений, из-за всей этой деятельности. Ну это вот они и расформировались, но так или иначе, вот этот состав, Люба Бабич, Иван Генералич, как мы видим, Керста Хегедушич, Хегедушич Жель, Куковичич, это вот те группы художников, были, это выставка 39-го года, как раз это оригинальный каталог, который вот показан, значит, эта группа. И дальше они продолжили выставляться в рамках этой группы, и в том числе на других выставках, да, потихоньку стало расти мастерство. Ну еще надо, здесь всегда есть социальный контекст. В то время это огромный подъем хорватского села, вот это там была зарегистрирована самая крупная, самая влиятельная сельская народная партия, и работа отошла с крестьянами не только по линии искусства, и по линии имеются в виду крестьянские поэты, крестьянские писатели. Вот мы вот как раз говорим о Керста Хегедушича, вот его рисунок из 37-го года. Судя по тем, которым эскизы еще есть, опубликованы в монографиях, очень похоже, скорее всего здесь, как я назвал скребетский мотив, он, скорее всего, здесь изображен двор семьи Генераличей в Хлебене. А эти рисунки, три, на самом деле, цикла с 12 рисунков, литография, это известный наивный художник Керста Хегедушич, создал цикл работ в память Керста Хегедушича, в 75-м году, когда Хегедушич умер. И вот как раз вы видите, значит, этот сам патрет Керста Хегедушича. Вот это земля, вот эта группа земля, символ земли, которая треснулась со смертью Керста Хегедушича. То есть и отсылки к рисункам, у него был огромный цикл подростков мотивов Керста Хегедушича, вот как раз вот эти все, тренки в стольный праздник, утопленник, это все отсылки к работам Керста Хегедушича. Давайте дальше перейдем сюда, да, я расскажу теперь о генералье. Ну так вот они потихонечку, собственно говоря, и занимались, в 30-х годах, конечно, постоянно Керста Хегедушич поддерживал генераль, помогал ему с красками, помогал какие-то работы в загребе продавать, помог ему избежать призыва на фронт, во время Второй мировой войны, хотя сам Хегедушич был заключен в послаге, но благодаря друзьям другим из полиции удалось вытащить его оттуда, ну и также он каким-то образом, они договорились, якобы расписывал центр, где-то в глубинке они там спрятались, воню пересидели, вот. Так у них отношения с Хегедушичем были на протяжении 40-х и 50-х годов, Хегедушич так и не выставлялись все вместе, пока в конце 50-х отношениями не испортились, ну как это часто бывает, начали выращивать отношения, кто главнее, в улице Леяйцо, когда уже после известнейшей выставки Брюсселя, в 59-м году, персональная выставка была в 58-м году, в рамках Экспо, были представлены работы Хегедушича, Генералича на всемирно известной выставке 50 лет современного искусства, где наряду со всеми выдающимися художниками первой половины 20-го века был представлен работой генеральщики Генералича, и они получили приглашение через год организовать свои персональные выставки в Брюсселе, в ВВЦ, изящих искусств, и вот после этого началось, журналисты там уже начали писать, что Хегедушич ученик Генералича, ну терпение тут лопнуло, и, собственно, отношения расстроились, и не взятак, и не помирились до конца жизни, отношения между собой выясняли до самой смерти, и не простили друг другу, к сожалению. Ну, так или иначе, надо отдать должное Хегедушичу, в принципе, он никогда не давил, и никогда, да, он задал эту иконографию, да, он сумел создать эту технику. Сам Хегедушич далеко ушел, он работал во всех стилях, и фрески писал, и на стекле, и в поп-артии, и в авангарде, и в абстракции, везде работал. А надо отдать должное, что все-таки этот проект был запущен, и дальше уже его развивали сами. Конечно, Генералич далеко ушел от того, что были первоначальные работы, когда совместно с Хегедушичем совершенствовалась техника, и поэтому по праву он считается создавившись художником 20-го столетия, конечно, Иван Генералич. Ну, вот там вот даже фотография, да, мы видим, вот, 1934 год, на пленэре, они вот молодой Генералич, на тот момент, ему 20 лет, 14-го года рождения, вот сзади стоит Кэстах Хегедушич, это село Клебене в 70-е годы, новый асфальт положили, буквально только что, потому что было глухо оторваться село, асфальт положили к приезду в то время федерального канцлера Германии или Бранта, а то-то не было асфальта ничего. Вот. Здесь представлены графические работы Ивана Генералича, различных техниках, и здесь будет написано серийная графика, это тиражная, авторская графика, различные техники, шелкография, ритография, цинкография, будем попадаться вам, потому что спрашивают, что такое серийная графика, ну это вот как бы авторской и разной графики. Это излюбленные мотивы Генералича, сельские танцы, свадьбы, как раз много-много у него написано, и маслом на стекле, и в графике он писал, это рисунок душью, это эскиз. Вот как раз это вот подножка под стекло, как я вам говорил, да, вот подножечка под стекло, кто-то по-разному, кто-то в натуральном формате вот в Генерале, что он как правило работал, вот он, такой вот достаточно схематичный эскиз, да, под стекло классный, и уже начинал его уже как бы работать с ним, расписывать. Кто-то работает вообще без эскизов, весь замысел, я же говорил, кто-то эскизы вот настрежены по размеру с открыточку, я знаю художников, да, вот они там набросали основную композицию, все, им больше не требуется. Вот это эскиз для картины, которая была написана в 1974 году, «Деревянские танцы». Вот как картина выглядит. Тут уже написанная картина, видите? Ну, естественно, она перевернута, потому что, еще раз говорю, когда мы рисуем на стекле, результат-то получается, с той стороны, он уже все будет в зеркальном отображении. То есть, все. Простите, я вот еще, я просто опоздала. То есть, эскиз в обычном изображении делается, да, ну, в прямом, а потом переворачивается в зеркальном и расписывается уже... эскиз. Нет, эскиз. Вот видите, там бумага, здесь защитное стоит антибликовое стекло. Предположим, что это вот и есть то стекло, которое будет картиной, да? Все. Вот там бумага, вот так. И я начинаю работать, начинаю работать с мелких деталей, чтобы посмотреть, что получается, я переворачиваю, каждый раз стекло смотрю, что получается, опять кладу, это рабочая поверхность стекла, а лицевая будет блестящая сторона карты. Еще раз высложить в том, что исправить ничего невозможно будет, то, что как бы записанным уже передним планом уже никогда вперед не попадет. Вот очень хотел бы внимание обратить очень интересный экспонат, такой даже, может быть, даже не из художественной точки зрения, а вот как раз как бы сказать, какое слово подобрать. Вот с временной то, что это интересует, еще и то, что давайте я расскажу и для кого-нибудь вот это эскиз каталога выставки, знаменитой выставки, которая прошла в 60-м году по всей Хорватии, на ней были представлены вот написаны. Там оно двухсторонно, там тоже нарисовано, но то, что нарисовано с той стороны, вот она, передняя часть. Это работы, на котором были показаны работы 59-го года, которые генераль нарисовал в 59-м году. В 59-м году были созданы самые известные, хрестоматийные, потом будущие, известные на весь мир работы в 59-м году и был создан. В 52-м году в Загребе была создана христианско-художественная галерея, это первый музей на именном искусстве в мире. В то время он назывался христианско-художественной галереей, потом была в 56-м году переименована галерея примитивного искусства. В то время директор галереи примитивного искусства попросил генераль нарисовать нарушен каталог выставки. Генераль нарисовал собственный каталог выставки. Вот видите, вот это образец, как раз то, что он нарисовал. То есть, это настоящий каталог, где нарисованы все картины, которые участвуют, все подписаны. Мало того, написано вступление в каталог, лично тут маленькая автобиография, значит. Ну, такая простая, крестьянская, да? Что он там пишет? Пишет, что предислово я написал, от самого детства отец мне говорил, чтобы я трудился. Никогда я ему это не забуду, хотя я много учился и в работе, поэтому мои руки для этого занятия так гениальны, как сказал Марсель Орлан. Марсель Орлан написал вступление для генеральча известный французский критик, поэт, писатель в знаменитой, опять же, да, его очень успешной выставке в 1953 году, которая прошла в Париже у генеральча. Вот от того момента узнали все, что есть такой генераль, в том числе и соседи все узнали. И оттуда есть пошло и вот интерес у других художников, которые стали заниматься, когда генераль прославился. Вот, просто пометочка такая. Больше всего я трудился в 1959 году, было очень жалко, что до этого я не смел рисовать то, что приходит мне в голову. Думал, не может крестьянский род так рисовать. А сейчас природа сама выходит из меня. Так я и творю в своей хижине. Мича Башичевич, это вот как раз директор галерей, говорит, что таких оленей нигде нет. если вы знаете, о каких оленях идет речь, до самой известной картины генеральчика оленей сваты. Вот она. Или олени идут на свадьбу. Ну, называется олени сваты. Вот такая она большая форматная работа. Белые олени. Вот он как бы и говорит, что таких оленей нигде нет, каких я нарисовал. Так ведь это не для правды рисовало, потому что они во мне есть. Поэтому думаю, что этот 59-й год важен для моей живописи, так как я нарисовал много картин. И вот здесь как бы основные те, которые известны, вот они все есть. Это вот олени сваты как раз, смерть Вирюса, мое отелье, дамы Ева и другие, косовка, вот петухи повешенные, это все из будущего, известного, которое сейчас находится в постоянной экспозиции Музейного и искусства Загребет. Вот его работа «Смерть Вирюса». Вирюс это был тоже наивным художником из первого поколения, он был гораздо старше генерали, еще он погиб в 43-м году в концлагере нацистском. Вот наивный художник Адамы Ева, вот такие вот работы. Мое отелье, понятно, да, крестьянское, вот, повешенный петух, у него очень много косовка, то, что посвящено Второй мировой войне, сам генераль в 60-й год. То, что очень интересно, вот в таком виде этот каталог был методом шелкографии напечатан, сложен и вручался, соответственно, всем. Прямо в таком размере он и был. В таком размере он и был. Не миниатюрные. Не, 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 они так отпечатали, он так и был. Вот даже сгиб как вот есть остался. То есть вот такой рукописный каталог. Очень интересно, кстати, Верина Тольщич очень заинтересовался. Говорит, и нашим наивным художникам надо даже нарисовать самим протокол. И даже интересно, прикажет картинку и вот воспроизвести пускай схематично. Вот дровосейки известные его. То, что вот как бы упомянули, посмотрели, да, все спрашивают. Ну, уже нам увидели. Еще посмотрите очень много петухов на картинах хорватских художников. Сразу расскажу. Петух является символом хорватского наюзного искусства и подровин вот этой местности, где находится селок, или называется Хорватца-Подровин. То есть по реке Драйе-Подровин. Первой, практически, большая роль в выведении вот как раз признании петуха символом хорватского наюзного принадлежит генеральчук. В 50-е годы он начал активно вывозить образ петуха на своей картины. В различных видах и петух распятый, и петух повешенный, и петух ощипанный, и на различных картинах. Но много, конечно, вопросов возникали, почему такое отношение к петуху. Да, в шутку генеральич говорил, говорит, где у вас с детства такое у меня к нему отношение. Говорит, мы с братом, брат у него был генеральч, мако-генеральч, безнадин, скульптор. С братом, когда были молодые, любили гулять допоздна в своей деревне. А утром было не встать. А папа что делал? Брал петуха, взносил к нам в комнату, давай его шубарь, там по всей комнате. Петух там как сумасшедший скакал, куда-то прыгал, сна как не бывало. Вот с тех пор я его так за это, собственно говоря. И не очень. Ну, говорит, это шутка, конечно, потому что хорошо, говорит, для нас он был будильником, для нас братом. На самом деле петух провозвесник, провозвесник пожаров, и водней, и вообще не знаем, да, петуха психопом, как проводник души в иной мир, петух у нас поет, провозглашает день, то есть на границе света и тьмы, то есть петух, он достаточно физической фигуры, поэтому, когда генерали шрисуют, и повешенного, и распятого петуха, и так далее. Вот опять же, вот различные варианты, видите, петух, пожар называется, картина, петух на крыше, во время пожара, еще раз говорим, вот петух рядом, как проводник души в иной мир, рядом с мерковириусом, с приятелем, петух распятый, петух ощипанный, много всего, и вот и сам генералич, видите, автопортрет с петухом, много-много у него изображений петухов, и вот здесь такая вот у нас есть графика, здесь тоже пример ироничного отношения к образу петуха, потому что вот мы там увидим с вами в следующем зале картинку, там есть картинка, называется отхором гуся, вот гусей для чего откармливают? Насильные. Нет традиций, нет традиций в России, не знаю, ну фуаграмм на печень, да, поэтому их, собственно говоря, гусей откармливают, и в сельских домах также было, хозяйствах до сих пор, то есть их откармливают для распечения, естественно, петухов, никто принудительно не откармливает печень петуха, никому не нужна, генералич вот здесь как бы изобразил речное движение, то есть откармливает петуха называется, то есть вот такая, как бы шутка такая. Здесь работы, представленные на стекле, работа 56-го года, лес и снов, как раз это вот замечательный пример, замечательный образец так называемой коралловой растительности, вот это, скажем, творческий прием генералича для изображения леса, вот это переплетение веточек, сучков, вот такое, конечно, загадочное и немножко таинственное, очень яркий пример, и главный аккурат музея на юно-искусство Хорватии, Секлана Сумков, с которым мы очень близки, вот она так говорит в этой работе, чудесный типичный генералический пейзаж, пейзаж, в котором великий мастер концентрируется в любимой тематике леса. картина интересна еще и тем, сама картина, изображенная на ней лес, тем, что они, что она, данная картина и лес послужили прообразом для создания других всемирно известных классических работ генералича, это «Белый олень», тоже написан в 56-м году, вот видите, тоже этот лес, вот сначала в 56-м году он одного оленя белого нарисовал, вот с таким лесом, и, как я вам показывал, уже прообраз в дальнейшем и большого леса, большая картина, она большая, она метровая картина, вот сама фотография, где в 50-е годы, вот наша картиночка, вот генералич стоит рядом с ней, на фотографии, вот, здесь еще представлен, вот другой образец, картина «Полдень», это еще один творческий прием для изображения леса, широко используем генераличем уже в 60-е, 70-е годы, здесь плавные, округлые, вот эти мягкие формы, деревьев у него такое уже было, ну, продолжалось в такой манере писать, в том числе и заплел вот такого было, значит, они позволяют создать такую достаточно декоративную атмосферу какого-то старального, умиротворяющего пейзажа, ну, сказочного вот такого, да, немножко, значит, генералью еще очень нравилась, эта работа была представлена на нескольких знаменитых выставках, вот как-то с ним почему-то, почему-то, не знаю, хотя вот были и большие форматы, вот именно с ним, да, вот опубликована она в нескольких монографиях, ну, даже вот, видите, есть фотография генеральча уже с 71-го года во дворе своего дома, вот рядом с картиночком голубя его пускает, а картина вот рядом, как раз это рядом с ним висит, вот эта картина 85-го года, вот она написана в период позднего творчества, но прекрасно передает его абсолютно узнаваемый, индивидуальный, неповторимый стиль, наделенская жизнь, что еще, все понятно, да, весенний подростки пейзаж, деревья цветут, работа на поле, отдых с любимой после работы, надо уметь и работать, надо уметь и отдыхать, вот, вот тоже такая фотография есть, вот видите, генеральч стоит рядом с этой работой, это во время подготовки выставки Менхейм. А он их не повторял? Он повторял, ну, не скажем так, что не копировал, но повторял какие-то наиболее сюжеты, воспроизводил в 60-е, 70-е годы, да. Замечательный мастер. Давайте перейдем сюда. здесь представлены работы второго и третьего поколения Хлебинской школы, то есть вот после войны, после Второй мировой войны, после, фактически, где-то буквально там, 46-47 год, вот такие молодежь хорватская, вот эта сельская, там Драгон, даже, который работает, Драгон, даже, Франик Филиппович, заинтересовались, Генеральевич с ним взял на себя, как в свое время, роль Ферстахи Гедушича, который с ним занимался, Генеральевич тоже, значит, кончику так, ну, как советами, там, что-то помогать, что-то вот подсказывать, начали еще рисовать. А вот после успешного, как я уже говорил, выступления, замечательной выставки в Париже, в 53-м году, когда вся пресса Льгославская написала об этой выставке, то интерес пробудился и других жителей, в том числе, и этого села, и отрестных сел, ну, как это, да, крестьянина соседняя села, вы посмотрите, мировой успех, а мы чем уже, ну, и, собственно говоря, вот, тоже начали потихонечку заниматься, и в 54-м году в городе Копринице, вот как раз их областной этот город, он небольшой, там небольшие города в Хорватии, Копринице известна своим градообразующим предприятиям, и, наверное, как все знаете, это предприятие подрофт, которое производит известные приправы, супы, вегетто, вот это как раз там, в 54-м году состоялась первая послевоенная выставка, где были представлены, как раз вот сформировалось второе поколение, как раз сформировалась вот та племенская школа, которую весь мир узнал в будущем, которое, то поколение, второе поколение, которое мировое турне по всему миру проехалось, и по всем странам, в том числе и у нас, они выставлялись в Государственном Адмитарже, в Музее Никиты Пушкина, в Государственном Русском музее у нас с успехом выставки проходили, вот это, и работа как раз одного из классиков тоже, и мирового, и хорватского наивно-искусства, Ивана Вичиная, вот это как раз картина с той выставки, с той первой послевоенной выставки 54-го года, Иван Вичиная только начинал рисовать, конечно, вот у кого-то, если будет интерес посмотреть дальнейшее, потому что это вот то, что его первое работает, никакого, скажем так, отношения, не то, что отношения, а то, что в дальнейшем он создал, наберите в Яндексе, в Гугле чудо хорватского наива, вывалится мой блог, он так и называется, и там есть статья художника, очень много репродукций, вы можете посмотреть, что потом было, там были огромные полотна, шикарные петухи, библейские темы, ну вот мы говорим, вот как раз я говорил, вот этот откроем гуся, ну это понятно, здесь вот как раз нарисовал свою жену, Катицу, вот мы говорим, да, ну об этой работе много кто писал, писал они, вот Этихали Мерил, автор всемирной энциклопедии наивного искусства, и Вечина нарисовал, как жена откормливает гуся, она сидит на земле, а лицо у нее как у Мадонны, около нее живность, салонная, крытая дома, погоденная тишина, вот такое вот было, да, вот сам как выглядел, вот как раз в 50-е годы, вот крестьянин с коровой стоит, вот жена катится, вот картинки держит, корова рядом, вот такой вот был, нищие крестьяне, из нищей семьи абсолютно, у всех абсолютно, у генералича, у представителей второго поколения, начальное образование, 4 класса у всех, ни у кого не было, они дети военного поколения, посчастливилось, я застал его, он в 20-м году родился, генералич в 14-м, Вечина в 20-м году, даже родился в 30-м году, вековый, еще вот в 35-м году, единственное оставшееся живое, все они дети военного поколения, возможности продолжить образование, естественно, никакого не было, у всех просто было 4 класса, посмотрите, какие картины, да, да и в дальнейшем, ну как мы говорим, что наивный художник, в первую очередь, критерием, считается среди искусствоведов, это отсутствие профессионального образования, а в каком профессиональном образовании, здесь вообще нормального образования, причем и в последующих поколениях, в лучшем случае, средняя школа, а то и средняя школа, там восьмилетки у многих, а вот, ну, такое мастерство, ну и вот как раз вот это представлено послевоенное, все они, все их имена вписаны во всемирно, они считаются классиками Глебинской школы, их работы находятся в постоянной экспозиции всех югославских музеев, и не только на югославских, мы не говорим о генераличах, то есть работа Коуча, Черечина находится в очень многих музеях, в музеях Андрия Руссо, в Лавале, Антолий Жаковский в Ницце, в Ватиканском музее, в галерее Тейт, в многих частных коллекциях, в коллекции Ричарда Никсона, в коллекции князей Монако, в коллекции королевской близкой семьи, многие, допустим, ну уже я не говорю, может быть, и старшего поколения кто-то знает, допустим, мы тоже говорим о Вичинае, да, может, кто-то знает, такой был оскароносный актер очень известный, его Юл Бриннер, никто не знает, это снялся, великолепная семерка, был такой вестер в свое время, это был культовый, вот, очень популярный Number One звезда, кстати, наш русский, из первого на эмиграции, вот, говорим о том, что они оставались крестьянами, даже на пике своей славы, и, собственно говоря, достигнутого какого-то благосостояния, да, конечно, люди богачи стали, но, все-таки, какой-то и дома себе позволят, по-детей выучить, вот, и вот такой вот интересный случай, потому что никогда не забывал про свою землю, про грунт, они называют земля грунт, про свое домашнее хозяйство, есть такая вот у них семейная история, да, я общаюсь, я его самого, я с сыном его общаюсь, я общаюсь со многими художниками, естественно, знаком лично, сразу оговорюсь, да, вот, как меня туда привело, давайте я сразу вам скажу, это, наверное, сразу вопрос, как туда попал, да, случайно, как бы, о генерале, естественно, я знал ранее, случайно, глаза в 80-е годы попала мне монография, генеральчу, и так я хорошо запомнил, вот, и при первом посещении, случайном посещении Хорватии более 10 лет назад, 11 лет назад, естественно, я, помятую об этом, я в Загребе сходил в музей, я так же не представлял, я так же видел картинки, написано масло-стекло, не представлял как это, я думал, что масло на стекле, вот, на стекле масло нарисовано, когда увидел, тоже подумал, что как, может быть, они закрыты стеклом, эти картины, нет, только когда поехал к художникам, увидел эту технику, то есть увидел в музее, захотелось мне прокатиться, где-то кого-то найти, да, познакомиться с кем-то, не быстро, потому что отсутствие знания языка мешало, язык не знал совсем, ну, интерес был, я продолжил посещать Хорватию, выучил язык в итоге, что не сделаешь ради собственного интереса, сейчас где-то я так стараюсь, где-то получается, у меня пару раз я езжу, скажем, такие вот полевые творческие командировки, да, ждут они все, мы приятель, с кем-то дружу, с кем-то приятельствую, естественно, сейчас после этой выставки, после каждой выставки, мы печатаем каталоги, я отложу им каталоги, рассказываю про выставки, они ждут, не дождутся, они с огромным пиететом относятся к России, к нашей культуре, к нашей литературе, к нашей музыке, и поэтому те, что выставки проходят в России, здесь написано Хлебене, завещание, которое выставляет своей дочери дом и участок в садах. Иван Ласкович с своими замечательными пейзажами подростками, Мартин Мейкер тоже застал его в живых, все они уже, к сожалению, умерли, часто рисовал вот такие занятия, размок зерна, такой вот, драгон гаджет, трагический, погиб в 83-м году, во время работы, трактор перевернулся, в 83-м погиб, был замечательный, талантливый художник, там его вот еще молитва, тоже графика. Николаевич и Дарья Паркинов, он, в принципе, до 35-го года, как и они, ему бы принадлежать ко второму поколению, но он попозже стал рисовать, и потом принадлежит третьему поколению, он всю жизнь отработал трактористом в компании «Подровка», в котором есть, и сейчас, то есть порисует, молодец, пишет стихи, такой неумываемый дядечка такой, у него одно удовольствие с ними общаться, любит поговорить. Такие вот крестьяне. Вот здесь, с этой стороны, его специально поставили, немножко, ну сразу видно, да, отличаются традиционные иконографии, это представители третьего поколения, Владимир Иванчин, это тот художник, которым я первым, первым я к нему попал. И когда было, когда вроде захотел узнать, а подъеду, знаю, сначала адреса не мог найти, потому что в русском интернете нет ничего на тот момент, 10 лет назад ничего не было, поэтому я где-то там с трудом в проватском интернете, ну ладно, адреса нашел, подъезжаю, а языка не знаю, переступить себя не могу, не могу зайти в дом. Ну, что я буду говорить с человеком, да, я приеду, вот написано мне там интернеток, вот в кубоке. Ну вот попал потом в кубок, да, он оказался очень коммуникабельным, замечательным, познакомил меня со многими художниками, так же, как и о Владимир, ну они стоят, на первую классу, Владимир, ну они все начинали как апологеты клининской школы, все первые, там, условно, пока вот не набрали свой какой-то не вылюбленный собственный стиль, они все работали в иконографии, в основном, повторяя, копируя, или как бы, подражая творчеству Мия Получича, вот мы его дальше пройдем, посмотрим, да, это велика, художник, который оказал наибольшее влияние на все последующие поколения, опять же, работы у нас недостаточно, тех же посмотреть настоящие творческие получища, еще раз рекомендую зайти в интернет и смотреть, там огромные есть полотна, там 2 на 3 метра стекла, представьте, все огромные, с множественными персонажами, с гостерской тематикой, с библейской тематикой, вот, а эти художники, как бы, работая в Троицкой Ленинской школе потихонечку отошли, нашли свой собственный стиль, вот, Влада нашел, вот, как раз этот цикл работ посвящен реке Драве, Драва у них, такое, скажем, не просто река, это физический объект, она кормилица, поилица, она все, для них, действительно, многое значит, здесь старый мост на Драву, на всех работах, да, обозначен, ну, такие, какие-то, мир грез, мир воспоминаний на его картинках, такие нимфы, русалки, дуванчики, рыбы, это вот, такая, я говорю, что он импрессионист на его, Влада, но, так или иначе, технику унаследования, рисование на стекле, это все равно, это достаточно, опять же, говорю, там существует образование профессиональное, они все непрофессиональные, и десятка златок, одна из поколений унтеркедов, 10 лет начала уже выставляться, причем за рубежом, 12 лет начала продавать картины, вся дядя года рождения, тоже рисовала в стилистике, при риску школы, но потихонечку, потихонечку отошла, видите, здесь уже фактически реализм, как она сейчас сама говорит, я не наивную художественную, ну, я с унылкой, конечно, ну, пока можете говорить, что угодно, наивная, не наивная, но, отсутствие профессионального образования, обычная средняя школа живет в селе, да, конечно, у нее, даже я сказал, это наивный гиперреабитик, да, вот такой, да, посмотрите, какая техника, мы ее ставим, в первую очередь, потому, что посмотреть филигранную технику письма, то, какого, совершенства, доведена техника рисования на стиле, можете поближе подойти, вот все, даже глазки, кукули, свет рафа прописано, представьте, насколько это, мелкие детали, к сожалению, нет лупы, так-то я вот вводил экскурсию, там, где-то, прямо с увеличительным стеклом показывал, да, вот здесь попытаться, разглядеть, насколько там все прописано, каждый бюрышек, каждая травка, все, это иллюстрация, был ей заказан цикл иллюстрации, книжки английского издательства, сказки, вот таким вот образом, это был один из вариантов иллюстрации, это лесной эль, как она у нас называлась, лесной эль, зеленый дятел, поиски магического цветка, так книжечка называется, вот сам, как раз, это обложка книжечки, сам дятел, как выглядит, видите, как она хорошо рисует, да, и вот тоже еще один из вариантов иллюстрации, вот иллюстрации, вот таким вот образом, видите, были сделаны, то есть вот, видно хорошо, вырезано стекло, здесь она уже как бы, да, вырезана, то есть вылезло, иллюстрация выполнена, в том, чем умеет, на стекле, и такие вот эти иллюстрации были столкнуты, в Англию, отсняты, сделаны иллюстрации, а сами работы остались в частной коллекции в Англии. Такая вот высочайшая техника рисования. Ну вот, давайте вот здесь у нас сразу я еще перейдем. Вот как раз это вот работа Мия Ковчича, выдающегося в художнике, единственного оставшегося в живых из тех вот поколений, 35-го года рождения. Я с ним дружу, счастлив, что мы общаемся, я общаюсь с его семьей. Высочайшая техника. Я что-то говорю, что если бы вы его встретили, вы бы в жизни не подумали, что это художник. Он огромный, как медведь. Руки три моих, вот такие, ноги, ну, немногословные, там, гу-гу-гу-гу-гу. Как он в своих руках карандаш-то держит, с кисточкой, не знаю, но он просто... А у меня, кстати, этот, по-моему, даже портрет его. Получич. Ну, вспоминяю его. Не должен быть, чтобы мы хотели представление. Вы знаете, на каждой работе какие-то черты угадываются его. Его автопортрет-код похожи. А вот, видите, где-то на цвету, вот и вот. Если вот так, вот я вот закрою, вот его нос и рот, это вот угадываемо, да? Тем более, вот такая вот растрепанная шевелю, расседая все время. Огромные руки, еще раз говорю. Вот как раз видно, то, что он, конечно, собрался до стороны стекла, да? Вот с той стороны. Это лицевая сторона к нам. А он, и тут с той стороны. Ну, абсолютно выдающийся художник. Откуда он-то прожил вообще, как и классно в селе. А этот на хуторе. В родительском доме он был с младшим из пятерых детей. И, собственно, как младший остался в родительском доме, жил с родителями. И так он на этом хуторе живет. Живет. Вот часто постоянно проводят время на винограднике, зимой. В зимнее время так все рисуют. Да, и вот его замечательное натюрмон. Смотрите, какая сила. В нем передано вот это богатство. Даже не сказать слово «еда»-то не подходит. Да, вот всех, и как переданы хлеб. Ну, улья-то масло стоит. Масло, лук. Блитва, так называемая, манголь, картошка, дача, ствол, мизаж, подростки. Заличный художник. И давайте вот туда быстренько я еще расскажу. Это тоже представители третьего поколения. Все абсолютно, вот за исключением, я буду рассказывать о представителе четвертого поколения. Дража не детится. Он у нас единственный. Вот те, все работы, все они классики хорватского и мирового, наверное, искусства. И их, этих авторов, все работы находятся в постоянной экспозиции. И хорватского музея, наверное, искусства, и других музеев. То есть все это признанные мастера. Нада Швейгович Бударь. Замечательная. Как-то про нее говорили, когда она вот в 80-е годы выстрелила вот таким. Говорили, живая ветра старого хритинского дерева. Еще называли ее подорожским брейкелем. Такая у нее в темной гамме на цветовой. Ну, такая, скажем так, человек с очень сложной судьбы. Тоже я ее составил. Она умерла достаточно рано. Она умерла в 60 лет, в 2011 году. Была она без детей. Рано потеряла как-то... Сломалась, потеряла мужа. А потом это было связано с творческим кризисом. Там еще один кризис какой произошел. Если мы говорим вообще, да. То есть генерал очень начинал. Это вот потихонечку, потихонечку. До 53-го года генерал еще начал рисовать. Условно говоря, в 30-м году, да. В 31-м году впервые выстрелился. И до 53-го года это все потихоньку. Потом как выстрелила выставка в Париже. И пошло, пошло. Эти мировые выставки. В 69-м году генерал был признан единственным живущим классиком мирового наива. То есть в Братиславе, на Н-Сити. На международной выставке. На Триенале, скажем так. И вот этот пост, вот этот по всему миру. Ковачичев это будет. Потом Андрей точно поставит видео. Там один только перечень городов, где Ковачичи имел свои персональные выставки, прожатого в Бразилии. Суше 100 городов по всему миру. Включая Москву, Ленинград, все-все-все. И Нью-Йорк, и в Малайзии, и в Австралии, и в Японии, и в Китае, и во всей Латинской Америке, и в Северной, и естественно, в Европе, и везде. И я раз говорю, да, и это был бум, это была наива мания. Вот 70-е, 80-е годы Европа, США с ума. Все хотели порватское наивное искусство. Там, собственно говоря, и пошла коммерциализация этого процесса. Счет художников, если мы говорим первого поколения, это генералич Мраз и Вириус. Двое из них, Мраз рано отошел, который был подростком, начинал. Он очень быстро ушел в идеологию. На идеологический фронт Вириус погиб в 43-м кослагере. Генералич остался один. То второе поколение еще шесть художников добавилось, то третье поколение насчитывалось сотни художников. Как говорят, в Хлебине каждый хлебенец был художником. Было так, рисовали все, потому что был огромный спрос. Стекол в коровниках не было, внимание, все надо было. Стекло рисовали от малого до великого. Приезжали спекулянты с Италии, с Германией, массово скупали картины. Счет шел не на штуке, а на килограммы. И такое было. И поэтому она позахлебнулась в это. Понятно, что те мастера, о которых мы говорим, естественно, они уже достигли высокого уровня. Цены на их картины были высокие. И они сохранили себя. Но так или иначе, очень много было некачественной продукции. И сами себя не подпортили, конечно. То, что вот это хорватское наинное искусство. Это и сейчас на самом деле. Их до сих пор будет в Хорватии этого добра. Оно попадается в магазинах и везде. Но это не имеет никакого смысла, естественно, к настоящему искусству. А стекло-то кто поставил? А это же вообще проблема. Да что вы, это сейчас совсем не проблема. А и тогда-то не было проблемой. И в стекло это доступно наберем. У них же не производится? В Хлебине нет, конечно. Но я думаю, что это сейчас... Нет, вопрос в другом хорошем стекле. Сейчас вообще какие-то ультра прозрачные полированные стекла используют. Вот поэтому где-то как и краски. Краски все импортные. То есть я знаю, вот общаясь с ними, немецкие, итальянские. Причем там это видно по качеству краски. Ну это сейчас. Сейчас. А изначально краски чьи были? Какого происхождения были? У Генералича были хорошие краски. И Дедушич им привозил. А вот Ковыч мне рассказывал, когда было, разговаривали с ним. Говорит, ну чего, я вот услышал, что Генералич такой. Появился человек, был ему 18 лет. Ну порисовывал что-то. Ну пошел. Вот он на него в 7 километрах хлебенье от его хутора. Пошел пешком. Генералич пришел, покажи. Ну что, во-первых, Генералич был 14-го года. Ковыч был 35-20 год. Он для него уже чуть ли не старец, да? Для 19-летнего пацана. Ну чего он мне скажет? Он крестьянин, а я крестьянин. Ну смотри, вот так вот рисуй. Ну что, пообщались, может полчаса показал. Все равно это все потом в своем уме. Он говорит, что после разговора пошел в магазин, купил краски. Какие краски купил в магазине в сельском? Губил половую для стен, естественно. Вот с этого и начиналось. Потом говорят, да что-то нету нити, краски-то. А уж потом где-то зарабатывал, подскопил, закреповал здесь, конечно. То есть я вот что хочу понять. Технология, она развивается? Вот и там 20-х и сегодняшнего. 20-го уже, считай, эти годы. За столетие. Ну это понятно. Но как бы наивысшие-то точки, вот их-то творчество, они уже в 60-е, 70-е годы, это вот, скажем, там, пик. Создание картин таких и все. Ну сейчас тоже, конечно, сейчас успешные, все равно есть успешные. Вот мы говорим, допустим, да, и то, что возвращаясь к Наде Швейкович, и вот этот, она только созрела для этого. Вот 80-е, начало 80-е, конец 80-е, и тут она добыла себе славу, в том числе международную. Тут происходит распады Беславии, гражданская война. Интерес резко падает, потому что фактически все закрыто. За время гражданской войны югославской интерес европейских галеристов пропадает. А интерес художников к этой теме, он где-то отражен? К теме войны? Да, да. Да, есть работы, где вот у Николаевича, на его там, что было репортивно, он и на тему Вуковара, и на тему всего. Вот Кустурица же в острове, как говорится, переживал. Переживал, да. Ну, Кустурица, скажем так, он и сам из Сараева, из Босин-Герцеговина, да, и сейчас проживает в Сербии. Ну, это обоюдно, с обоих сторон эта тема отражается. И у Генеральча было в творчестве, конечно. Все это было, да, безусловно. Ну, вот, и у Нады Шведовича, конечно, вот на самом пике ее творческая форма вот такая вот как бы происходит. И тут происходит творческий кризис. И тут, и тут, к сожалению, вот как-то ее это подрубило здорово. Ну, у нее были еще проблемы со здоровьем, с психическим, как бы это видно по затемнению цветовой гаммы. Она уже более-более еще темная, еще темная гамма работала. Ну, как и многие талантливые люди, да, они бы остро как бы это все воспринимают. Она вот на конкретно этих работах, эти две работы посвящены по-русски масленице. Называется у них она «Фашник» от немецкого «Фашкнад», «Ночь поста», по нашему «Масленице». Вот эти, она создала целый цикл на тему «Фашника», на тему «Масленицы», где вот ей удалось передать вот эту мистическую атмосферу народного гуляния. Такие тоже со смыслом все работают, да, особенно вот 89-го года. Она их просто вот дотировала, один, два, три, четыре, пять. Ряд работ находится в музее, тоже, да, в Кроватске, замечательную работу. Степан Иванович сейчас тоже представитель третьего поколения, последний, кто включен в круг художников, вхожих, которые работают. Ну, как бы вот тут вопросов-то много, да, вопросов много среди, мы говорим, что вот их было, особенно во время вот этого бума, там сотни художников, ну, где-то 200 художников у них, они имеют свое хорватское общественное художника зарегистрировано, где они платят взносы, где им начисляется пенсия, в этом плане у них тут защита есть социальная. Но музейные сообщества искусствоведы достаточно глубокого барона заняли, есть обозначен четкий круг фамилии, куда вошли где-то порядка 15 художников, и все, и глухая барона, то всех остальных не пускает ничего. Поэтому тут достаточно такие трения, а мы тогда кто, а как человек. Ну, вот это вот как раз последний художник, который был включен все-таки в официальное его поколение, он везде во всех монографиях выполнен, а сейчас его выставка профессиональная проходит в Загребе музея. Степан Иванович. Такие вот отсылки как раз здесь вот к голландцам, да, к малым голландцам, к сломандской живописи. Но это на самом деле так, очень похоже, что Керстахи Гедушич в свое время его увеличение было, да, фламандцами Питером Брегелем, и он часто говорил, что очень похоже Подровин и Брабанг. Вот эти, а Подровина здесь начинается Панонская равнина, бесконечная. Вот эти участки на дело земли, вот эти пермедаги, это поля. Это вот как раз очень, очень их родник с голландцами. И вот как раз мы заканчиваем уже на представителе четвертого поколения. Опять вернулась на круги своя. Четвертое поколение насчитывает буквально четыре человека. Как начинали строить, так к этому опять вернулись. Потому что интерес как бы пропал, учиться никто особо-то не хочет, денег или какого-то материального доставка. Для того, чтобы что-то представлять себя надо годами, надо десятилетиями учиться. Кто же это будет ждать? Если не факт, что если научиться, что и картины, условно говоря, будут активно покупать, на картины не проживешь. Поэтому вот четвертое поколение, буквально четыре человека, а фактически-то самый интересный из них, вот мой приятель, Дрожжин Тетис, признан многими искусствоведами, как самобытный автор. И опять же, здесь много личностного, потому что, ну так вот сложилась жизнь, он с 72-го года рождения. Семьи не было никогда, жил с родителями, родители умерли. Вот сейчас с собакой живет, живет от меда, имеет пасеку, поэтому с ранней весны до поздней осени им рисовать некоторым займем пчелами. На этом он, как бы, да, мед продает, на это живет, ждет и дождется, когда настанет зима, когда он, наконец-то, сможет сесть, рисовать. Вот, в основном, эти картины все созданы в зимний период, когда есть свободное время. Давайте я быстренько вот так по картине что-то пройдусь, расскажу. Да, тоже у него много, много иллюзий, много каких-то в его сюжетах, много смыслов, много каких-то аллегорий там и отсылок к чему-то. Да, вот, ну, понятно, ищу человека, еще он из вас сельский диоген, да, как мы говорили с ним. Я сам был присутствовал во время написания этой картины, мы обсуждали много с ним деталей. Ну, символы понятны, да, в качестве диогена он нарисовал себя, вот эти кисточки торчат у него в кармашке. То есть, вот он среди белого дня, с лупой, со свечой, ищет родственную душу. Да, действительно, он такой одиночка, вот совсем-совсем одиночка живет. Там бочка диогена, а вокруг вот эти события где-то идет. Обжорство, да, и пьянство, вот это, кто-то голодает, вот этот голодающий, вот этот как раз кризис мигрантский, вот этот из стоп беженцев, да, показан здесь вот с терлятниками. Ну, достаточно его политические отношения к церкви показаны у него такое, да, действительно. В том числе есть место в священниках, он постоянно выясняет отношения там своим, патолические. Вот, кто-то попирается к символу веры, собственно, интересует деньги, кто-то вообще хоровод вокруг висит. Ну, смысл такая, смысловая, достаточно картином нагруженная. Каждый для себя может что-то тут найти какие-то смыслы. Это такая достаточно постаральная работа свиреющая, да, показан сцентрой, когда ухаживание подсматривают за парочкой влюбленной. Каткина называется «Петр и петух», это на тему евангельского сюжета «Предательство Петра». Да, понятно, это значит здесь Петр, ну, так быстренько напомню сюжет, да, когда Иисус сказал, что там не пропоет петух в трех раз, как ты меня предашь. Вот как раз эта сцена, там, служанка, которая опознала, Петр, который показывает «Уводит Христа», и в это время поет петух. Картина связана с Екатеринбургом. Таким образом, я давно влюблен в творчество Мишавича Курсиловского. Знаю его хорошо, да, его творчество. Мишавич на протяжении всей жизни он постоянно возвращался к теме Петра Петуха. У него очень много работ в этом цикле, знаете, да, написано. Вот когда в очередной мой приезд в Петербург полтора года назад на открытие музея мы были в Головном музее, нам всем вручили монографию в то время, новую свежую монографию Мишавича. Я вернулся тебе домой, потом поехал в Вестную Хорватию и, естественно, рассказывал про все, про как выставка, музей прошел, открытие прошло. И в том числе делился с Дражиным вот по творчеству Мишавича. Вот рассказал о том, что Мишавич написал такой интересный цикл, Петр Петух, вот такая вот тематика. Он слушал меня, слушал, потом вроде бы это, а я бы вот тоже попробовал бы на эту тему написать. Я говорю, ну попробуй, конечно, сюжет с ним я не командовал, я ему что-то будет тот, это тот. Я говорю, ну попробуй, если получится интересная картина, я с удовольствием. Ну вот это как бы по ссылке идет, заход отсюда, скажем так, после обсуждения, да, творчества Мишавича, Базиловского. Вот такая картина была создана, она была написана в прошлом даре. Здесь еще одно, еще одна тема евангельского сюжета, да, вот Иисус встречает свою мать. Тоже вот так, ну собственно, все понятно, да, здесь вот как раз и Петр с рыбой. Петр Рыбак, вы знаете, рыба символ христианства нарисован. Петух вездесущий, да, опять же на многих работах, вот. Картина Хлебенская жалостная, на ней как раз вот село Хлебени, и вот это помещение Хлебенской картинной галереи. В Хлебене построена большая картинная галерея, где в одной половине находится музей Генералича. С подаренными им селу Хлебене и работами своему родному селу, Генералич подарил целый ряд картин, которые специально было пристроено в помещение, сейчас там музей Генералича. А другие помещения предназначены для проведения временных выставок наивного искусства. И показано реально, вот тоже мы говорим о том, что вроде как-то сказочно, как-то немножко, да, такие приукрашены. Нет, на самом деле, очень часто реальные события описываются художниками. Да, конечно, как наивные художники могут рисовать ярко, да, что-то немножко приукрашено, но это на самом деле во многом это реальные события. И действительно Хорватия выглядит вот так, как бы сказочно не казалось, вот эти деревья, вот эта там природа. Да, приезжайте, вы будете сами, что-то действительно так, так оно и выглядит. А вот это данный случай изображен, да, вот как раз я только оттуда уехал. Было как раз незадолго за этого в Хорватии, буквально. Вот я сочетаю сводочку с сайта, сообщение на сайте Государственной службы спасения. Да, 17 июня 2010 года, естественно, картинка 2010 года, с 22.00 до 0 часов на Копоринчо-Приживатскую область, вот где это все происходит, обрушиваются мощные ураган, В школе с ветром, сильным дождем, повалено множество деревьев, повреждены линии ветеропередач, повреждено 60 стоповодных линий, 53 села и деревни остались при снижении, вода затопила дороги, планы под Вагово, множество селений из-за разливого река были перекрыты участки двух федеральных автокрасов рядом с Копорницей. По ситуации в селе Хлебеде художественной галереи имени Генеральча, повалены и уничтожены деревья, повреждена скульптура, повреждено множество крыш, несколько домов, местная церковь, кладбище, школа, затопленные подвальные подвищения, муниципалитет в Хлебеде создан штаб для оказания помощи и проведения восстановительных пробок. К счастью, несмотря на такие апокалиптические сцены, никто из жителей не пострадал, и удивительным образом не пострадала ни одна из культур, которая вокруг Хлебедской галереи, тоже на виду скульптора стояла. И граждан, собственно, это все отобразил. А как это выглядело, вот смотрите, как это все порушило. Там был огромный парк, срушило все, все деревья, выворотило вот так. Вот видите, какие сцены какие-то, все вот это было вот так после урагана. Вот видите, все спилили, а скульптуры остались все так стоять. Как-то деревья попадали, так и не порушили ни одна скульптура. То есть вот, ну, здесь узнаваемые персонажи есть, здесь отдельная тематика, как бы кое-какие. Ну вот, граждан, как раз это был белый олень генеральчик. Высунулся, посмотрите, что происходит. Вот видите, ну, похоже больше на козу, да? Но, по крайней мере, рогатый олень. Это вот тот белый олень, символ генеральчика. Вот, кстати, тема такая вот эта. Ну, понятно, это продавец, торговец с ситами, по деревням ходили, и у нас раньше что-то продавали, то, что и корзины продавали, то, что, вернее, не продавали, а был мотор-обмен. Вот хозяйкам отдавали, а хозяйке несли. Вот видите, у него, он уже, кто-то принес, у него уже тут петух, вот утку несут. Кто-то он снимает, она сгоняет, сейчас петуха тоже понесет на дне. Ну вот, к этой картине. Вот еще один евангельский сюжет, несение креста, где, как это часто, так как всегда происходит, евангельский сюжет помещен в среду вот как раз подросткового пейзажа, в Хлебенскую деревню, то есть никто, условно говоря, Израиль, или там что-то не рисует, представляете, все, весь сюжет помещается как в ситуации с Петром Петух и другие. Это вот подростки, амбрия. Давайте я это закончу, и тогда вот эта работа, то же самое, как я говорил, вот такая она достаточно сказочная водоворотно в Драве называется, да, такое мощная, такая немножко, да, страшновато, что меня спрашивают там зрителя, что действительно на Драве такое, мне Андрей Анатольевич Бабрихин говорит, да ладно, Драва спокойная, она там течет по всей пудрой, говорю, Андрей Анатольевич, там рядом совсем истоки, а Драва истоки в Альпах, как дожди начались, из Лиуниевая, Драва выходит из берегов моментально, за два часа затапливают, все, наводнение происходит. Дражин сам рожден в деревне комнате с 5 километров от плебени, рядом с рекой Дравой, и родители были вынуждены в начале 70-х, умерли, потому что постоянно затапливают, постоянно наводнение, сейчас нас и были дамы, сейчас нормально все, а в то время невозможно было вошли, так они перелегали в плебень. И здесь показан, в том числе, в такой вот элегорической форме, вообще-то, настоящий случай, который произошел в 1953 году, 12 сентября 1953 года, до сих пор местные жители это в памяти все. А это говорим о Драве, в том, что Драва кормилица, Драва паилица, и Драва, метафизический объект своей вселенной, но Драва дает, очень много, но иногда и забирает. Вот многие местные жители до сих пор помню трагические случаи, прошедшие в 1953 году. Крестьяне, местные поплыли в Уродки, на другую сторону Дравы, заготавливали тростник для вязки, для вязания початка кукурузы. И так, в такие косы сплетали, а тростник использовали в рецеплетении войны. У нас и циновки плели из тростника, даже у нас, я помню, у бабушки беременны было, сумки плели и так далее. Вот они тростник, поэт-поэт, поплыли, заготавливали тростник и попали в сильнейшую Двару. Вот как попал, и они, одеты в тяжелую обувь, со струнентами в руках, фактически не имели шанса победить стихию. Велика забрала 14 человек, Велика стала могилой 14 человек, 2 тела, как и не были знаменимы. Средний возраст погибших 36 лет. Самому младшему, по-моему, было порядка 7 лет, старшему 70. Но в основном это были люди нормального, как бы, ну, 36 лет, то есть 20 лет, 17 лет, 40 лет, то есть, но видите, никто не смог спастись. Все 14 человек погибли, но до сих пор каждый год проводится травмное мероприятие. Люди помнят об этом. Вот, я посмотрю на фотографии. С 17-го года вот проходили травмное мероприятие на реке Вити, Венки спускают на воду, поют песни, водка идет, они поют какие-то, возможно, церковные песни. Здесь видно хорошо, что они поют, а потом фонаря запускают, 14 поведенных фонарей в память о погибших. И такое, вот видите, как это, как бы, все это, вроде, посмотреть, да, сказочный какой-то сюжет, такое, ну, понятно, что здесь и русалки тут речные запели, да, на самом деле это все действительно правда накопили. И вот последняя работа мы заканчиваем, она такая, тоже с много аллюзий, много аллегорий и спрашивают, конечно, очень странно, да, повешенный петух, кто повесил, к чему повешенный. Ну, во-первых, как я вам уже рассказывал, да, здесь удражено, не копирование, а внутренний диалог с мастером, с генераличем, да, разговаривая, отсылка туда, на тему его петухов. И, конечно, в первую очередь, он ставит вопрос о судьбе, сегодняшней судьбе хорватского наивного искусства, о непростой ситуации. Я уже вам говорил, что круг классиков закрыт, фактически попасть на него невозможно, критический, скорее, движет глухую оборону, что делать им, для кого он пишет, кому он говорит, живо или нет, хорватское наивное искусство. Вот такой вопрос ставит, поэтому, собственно говоря, и кто-то повесил это, скажем так, или кто-то, сам-то не повесился, птицу невозможно повесить. Хорошая есть картина другого хорватского наивного художника, не стоит в детской школе, мать оскурения, такая достаточно сложная, война называется, и там такая, вдаль выходящие три виселицы. Повешиваем на одной виселице человек, в другом повешена собака, а на третье виселицы повешены петуха, на петуха повесили. Если невозможно, потом взлетел и все равно перепадят. Поэтому птица-то вообще-то повесит и невозможно, она улетит, взлетит, по крайней мере, а то кто-то постарался. Ну, мы надеемся, что все-таки вот живо хорватское наивное искусство, но на самом деле, как бы, да, об этом многие говорят, что спустя более чем 80 лет с момента возникновения данного феномена все-таки он уже заканчивается, не имеет слова трансисторического продолжения, да, отдельный, конечно, есть. Ну, собственно говоря, вот я смотрю, дрожжи 72-го года рождения, уже не молодой, уже 47 лет, а никого нет. Хотя бы был кто-то 20-летний, хотя бы кто-то хотя бы начинал рисовать, или 30-летний, нет никого. И вполне возможно, ну, наверное, она техника, наверное, она не пропадет, наверное, остается, но это уже не будет неразрывной связью поколений, вот четвертое поколение на последнее, граждане последние представители вот этих Лебедской школы, в том виде, в котором мы узнаем вот этого огромного года. Вот. Спасибо. 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 Спасибо.